Сегодня краевые депутаты одобрили законопроект о налоговых льготах на имущество для Богучанского энергометаллургического объединения. Напомню, главные инвесторы проекта освоения Нижнего Приангария обратились к краевым властям за налоговой льготой на имущество. Она нужна, чтобы построить жилье, школу, детские сады, дороги, инженерную инфраструктуру, реконструировать больницу в поселке Таежный. Там будут жить работники строящегося Богучанского алюминиевого завода. При этом налоговое послабление инвестор просит на 7 лет, а миллиарды рублей готов вложить уже в первые 4 года. Краевое правительство посчитало целесообразным одобрить предложения инвесторов. Самое главное, что строительство поселка позволит ввести Богучанский алюминиевый завод в проектном варианте, и это позволит в полную мощность загрузить Богучанскую ГЭС. То есть все гидроагрегаты будут введены в эксплуатацию и станут сами по себе объектами для налогообложения. Эффект от работы на полную мощность как Богучанского алюминиевого завода, так и гидростанции, миллиарды рублей дополнительных доходов, региональный бюджет, говорят краевые власти. Впрочем, некоторым депутатам ЗС не все доводы чиновников показались убедительными. Особенно по срокам введения завода в эксплуатацию и налогам. Однако в правительстве решили, все обязательства прописаны в соглашении. Не будет срок запущенного производства и выплат от него, не будет и льготы. У нас нет этих налогов. И по большому счету мы никого, ни от чего не освобождаем. Если не будет имущества, соответственно, так или иначе эти средства в наш бюджет не поступят. Поэтому, принимая этот закон в первом чтении, я полагаю, мы действуем обдуманно, осторожно и правильно.